Приветствую вас! И вы знаете, я прочитал первый вопрос, который задавался от вашего имени, но, как я понял, супругой. И это был довольно странный вопрос, там была выдержка из теста, на который отвечала ваша жена, и всегда, что я понял, у вашей супруги, скорее всего, имеется определенное психическое расстройство, естественное, конечно, можно диагностировать только очно на приеме у психиатра, и вполне возможно, что депрессия, то есть депрессия как, ну как, основное, фоновое расстройство. И поэтому вам первое, если необходимо понять, это то, что для женщины, тем более женщины, как я понял, верующие, так как она упоминала имя Господа, потерять своего ребенка, причем ребенка, не родившегося, как я понял, из ее отчастия, очень-очень страшно. И вполне возможно, что данный период, данный факт, она до сих пор не пережила. И вы знаете, действительно, замечание делать вашей жене бесполезным. Потому что это не направит ее на истинный путь, это не поможет ей как-то увидеть свои недостатки. Если она не обращает внимания на детей и позволяет себе печать в их присутствии, допустим, то, опять-таки, вы на это как не сможете повлиять, по крайней мере, с замечаниями тоже. Далее, у вашей супруги, опять-таки, исходя из ее сообщения, не очень хорошее здоровье. И вполне возможно, что ребенка, она потерялась не по вашей вине и не удалось, что вы ее не поддерживали, а по причине, вот так сказать, внутренних проблем, физиологических. Но, естественно, вы не все это ей невозможно, и поэтому она обвиняет вас. Исходя из того, что написали уже вы, я могу сделать вывод, что вы сами тяготитесь с чувством вины. И именно чувство вины не дает вам возможность реагировать на женщину так, как того требует ситуация. То есть, вы говорите, что вы не приносите криков, вы говорите, что не хотите, чтобы дети росли на фоне криков, но при этом вы же сами делаете жене замечание, когда она кричит, и к ним вы провоцируете скандал. При этом вы пишите, что вы ругаетесь с ней, то есть, что вы участвуете в конфликте, принимаете в нем активное участие, являетесь стороной в нем, а это тоже, по сути дела, стимулирует аффект, аффективное состояние у вашей жизни. Ну и, естественно, никак не влияет на снижение конфликтности и стрессовости у атмосферы в доме в целом. Соответственно, что вам нужно понять? Значит, во-первых, необходимо женщину направить на обследование у врачей, в том числе и у психиатра, на диагностику. Второе. Если она начала кричать, то в этот момент нужно говорить не с ней, не пытаться ее успокоить. В этот момент необходимо говорить детьми, а... Офишая тот аспект, что мама разговаривает не с ними и ругается не на них, а она общается с собой. Так, чтобы дети не считали, что они виноваты в том, как мама реагирует на них. Этот прием, прием достаточно неслойный, но действенный, поможет вам уберечь детей от негативного влияния реакции вашей жены. И, с одной стороны, поможет детям избежать, значит, вовлечения в этот процесс, то есть, вовлечения в процесс конфликтов, процесс слов и так далее. С другой стороны, вы покажете им, как правильно себя чувствовать, то есть, вы своим поведением будучи спокойным, выдержанным, плоднокровным. Будете олицетворять для детей символ выдержки, символ опоры и защиты. Отставить им стабильность. Ваша жена, если она кричит, то таким образом выражает негатив, негативные эмоции. И если она начинает кричать, то есть, если у нее началось аффективное состояние, то его нельзя, не нужно прерывать. Аффект нельзя прерывать. Если он начал, то он обязательно дойдет до конца. Поэтому это самая распространенная ошибка, когда один человек начинает кричать, а другой пытается его успокоить. Ну, не нужно в этот момент успокаивать. Важно, чтобы человек начал кричать, выразил все эмоции, и после этого он уже быстрее успокоится сам. Вот этот момент вам нужно очень четко понимать. Следующее, о чем мне хочется вам сказать, это то, что вы написали в своем письме следующее, что вы не, значит, так, вы не можете крепить крики. Возьмите на голову, кричат на меня или детей. Ну, этот отрезок вашего сна в социале от меня задать вопрос, а почему вы не можете терпеть крики на вас? Может быть, у вас также имеются некоторые проблемы относительно повышения голоса, идущие еще из детства, когда на вас кричали, и это у вас связывается очень сильно с негативными переживаниями, негативными эмоциями и так далее. Если это так, то в данный момент стоит прорабатывать, стоит избавляться от аффективного следа, который тянется за подобным повышением голоса, и расположен того, почему вы, собственно, не терпите крики. Потому что, будучи мужчиной, будучи главой семьи, вам нужно обладать определенной устойчивостью, определенной выделенностью, спокойствием и пониманием того, что когда женщина кричит, она выражает свои эмоции, выражает свои чувства, выражает свой негатив и тем самым ослабляет внутреннее напряжение, которое, естественно, ей очень вредно. Соответственно, если у вас имеются какие-то проблемы с тем, чтобы нормально, адекватно воспринимать повышение голоса, я очень рекомендую вам проработать уже ваши личные собственные страхи, всем, чтобы реагировать на это как можно более лучше, как можно более спокойнее и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в тубличку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.